Шалом всем! Сегодня я хотел бы пообщаться, поговорить, поучить. Не бывает просто так какие-то моменты в Торе. Как мы всегда говорим, все, что у нас написано в Торе, это все актуально, потому что если бы это не было актуально, так это было не написано в Торе. А если это написано в Торе, значит, это всегда что-то актуальное. И вопрос, который сегодня я с вами хотел пообсудить, очень такой важный, это что значит еврейские деньги, еврейское имущество. И когда мы смотрим в самом начале, мы сейчас вообще в Торе читаем избавление нашего народа из рабства. Мы были рабами, и мы вот выходим оттуда, великие чудеса, идем получать Тору, идем в сторону той земли, которая обещана была Аврааму Цхаку Яакову. Это все наши главы говорят об этом, говорят о десять казней, которые произошли, которые тоже эти десять казней, это большой урок для нас и для всего человечества. Как написано в Торе, это, во-первых, казни, это не просто так наказать египтян, а это тоже воспитывает и дает правильное видение, во-первых, что существует хозяин этому миру, это казни показывают, что существует не только хозяин этого мира, он еще связан с этим миром, он управляет этим миром, и он меняет по своему желанию природу этого мира. Все это видно, если сейчас не будем об этом говорить, это четко видно вот в этих казнях, так это, конечно, было наказание для египтян, давление египтянам, и также это воспитывает нас, египтян, и все человечество, да, правильное отношение к Творцу. Но я бы хотел сегодня поговорить, как я уже сказал, про имущество, про деньги. Только когда было впервые сказано, что евреи будут в рабстве, это было сказано, я бы сказал, 400 лет до того, как мы вышли из Египта, из этого рабства. 400 лет до этого, что было сказано? Было сказано нашему отцу Аврагаму, первый наш отец. И вообще-то интересно, что это было ему сказано, когда еще у него не было детей, у него не родился сын Ицхак еще, но Всевышний ему обещает, обещает, что у тебя будет, я тебе обещаю землю, я тебе обещаю потомство. И там написано очень, после этого написана такая фраза, Кен, и сказал он Аврагаму, знай, что пришельцам будут потомки твои в земле не своей. То есть они будут пришельцами земли, а не своей. То есть еще дети не родились, но уже Всевышний ему говорит, что мы будем пришельцами. И потом написано, и поработать их, и будут угнетать их 400 лет. То есть сказано Аврагаму, что, дорогой, я тебе обещаю потомство, я тебе обещаю, что от тебя будет великий народ. Но как этот народ образуется, формируется, они должны быть рабами, они их будут угнетать, и это тоже процесс необходимый для того, чтобы формировался по-настоящему наш народ. То есть без этого невозможно. Откуда я это знаю? Потому что я всегда об этом говорю. Когда была сказана вот эта фраза Аврагаму, так любой отец, когда слышит такой ужас, так он должен сразу как-то поспориться со Всевышним, помолиться или что-нибудь такое, он не молится. Потому что он понимает, что без этого невозможно. Я уже говорил несколько раз, сколько хочу напомнить, что написано, что мы выходим из железного горнила. Железное горнило это символизирует, когда мы хотим обработать золото, на котором мы находим в природе. Там есть в этом золоте, есть всякие смеси металлов, которые мы не хотим, чтобы там были эти металлы, потому что мы хотим сделать какие-то ювелирные изделия красивые. Так мы должны расплавить это золото. Оно золото, но мы хотим его почистить. А невозможно его почистить, если ты его не расплавляешь. Ты расплавишь его, ты выкидываешь оттуда, перебираешь все вот эти смеси, все, что ненужное. И потом ты можешь сделать красивое какое-то там ювелирное изделие. Также еврейский народ невозможно без этого. Невозможно без того, что он пережил вот это железное горнило. Были там те, которые не выйдут с Египта. Но тот народ, который выйдет, это будет действительно вот это изделие, можно сказать, ювелирное, которое у него есть особое предназначение, для чего он сделан это ювелирное изделие, чтобы прославить имя Всевышнего, подарить человечеству правильную нравственность, божественность и так далее. Поэтому это необходимо, и Аврам поэтому не молится. Но что здесь написано? Давайте будем помнить, какая тема у нас. Здесь у нас написано, написано, а после, а после, что будет после? Они хорошо будут рабами. А что будут после? Они выйдут с большим имуществом. Здесь написано, что мы выйдем оттуда богатые. То есть это не просто мы выйдем оттуда, знаете, мы получим там Тору, получим землю Израиля, будем тяжело работать. Не-не-не, они выйдут оттуда богатым. Хорошо. И это написано Аврагаму, я сказал, 400 лет до того, как евреи выходят из Египта. То же самое мы видим, вот тема имущества, она, когда Моисей впервые, Моисей впервые к нему обращается Всевышний. Там куст горит и не сгорает. И тогда, когда ему Всевышний говорит, ну слушай, надо пойти освободить народ. Там тоже написано. Что написано? Я читаю в Торе, это третья глава в книге Шмот, 19-20 стих. Написано так. А я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить, такой рукою крепкою. И простру я руку мою, и поражу египтян всеми чудесами моими, которые сделают все и так далее. И дам народу всему милость в глазах египтян. И будете, когда пойдете, не пойдете поражением, а выпросить каждой женщине у соседки своей, у жилища дома, серебряные, золотые, одежды и так далее. То есть вы должны выпросить, вы должны забрать золото, дал серебро, имущество египтян. Интересно. Это было сказано, понимаете, когда египетский народ находится в таком ужасе, находится в таком положении. И Всевышний говорит, Муше, давайте, давайте, когда вот вы выйдете оттуда, вы должны выйти богатыми. Поэтому, а откуда богатство? Уже рабы там нищие. Что у нас было? Нет. Вы вот должны взять это все у египтян. Так написано. И действительно, когда мы идем в нашей недельной главе, в нашей недельной главе, я хочу почитать это на иврите, и потом посмотрим толмудически, и так далее. Это написано, когда уже вот мы должны вот-вот выходить уже, уже все казни, казнь первенцев и так далее, Паро соглашается, чтобы мы вышли оттуда. Так написано, Я тебе умоляю, Муше. Дабер на. На. Это пожалуйста. Это я поозне аам. Скажи ушам, подскажи, что вы просили. Иш мэтре эгу. Мужчина от своего соседа. Вы иша от своей соседки. Чтобы они забрали золото, сосуды золотые, сосуды серебряные, и так далее, и так прочее. Я прошу очень, чтобы это было. То есть мы видим, что этот процесс, он как будто бы необходимый. Это часть нашего избавления. Так же было сказано Аврааму. Когда-то, когда только еще народ, еще вообще, он был только в планах. Но Всевышний ему говорит, что они будут рабами, и надо будет освободить их. Они будут освободить, они будут оттуда выйдут с большим имуществом. Потом это было сказано Моисею. Перед тем, как началась его миссия, что они выйдут тоже с большим имуществом. И сейчас в реальности, когда мы выходим, Всевышний говорит, напоминает, слушай, скажи им, пожалуйста, чтобы не забыли взять золото и серебро. Ну, здесь интересно написано с такой фразой «Доберна». Пожалуйста. Это как будто, знаете, такая прям умоляет Всевышним, чтобы обязательно это было. И, конечно же, здесь существует несколько моментов, почему надо было умолять. Кто не хочет забрать имущество, можно представить себе, надо умолять наших детей, чтобы взяли конфетку. Это понятно, что детям они хотят конфетку, так не надо их умолять, чтобы они брали конфетку. Может, умолять что-то другое их надо, чтобы они помогли дома или что-нибудь такое. А взять, чтобы дать им конфетку, это не надо их умолять. Так как это понять, надо умолять им. Это несколько объяснений. И одно из объяснений написано в Талмуде. И я хочу с вами прочитать вот этот кусочек этого Талмуда. И потом, может, посмотрим великие комментарии тоже на него. Говорит Талмуд в трактате Брахот. Ама Рабиянай. Сказал Рабиянай. Почему здесь написано Даберна? Пожалуйста. Я тебя умоляю. Потому что все остальные, понимаете, когда Всевышний заповедывает нам делать какие-то вещи, надо делать так. А здесь как будто пожалуйста. Не бывает такого пожалуйста. Либо нам это можно делать, либо этого нельзя делать, либо ты обязан это делать, либо ты не обязан этого делать. А зачем здесь написано Даберна? Просто должно было бы написано скажи или что-нибудь такое. Так сказал Рабиянай. Энна эля шон бакаша. Это Всевышний не приказывает, а бэвакеш просит. Всевышний говорит муши. То есть Всевышний просит, умоляет Моисея. То есть Моисей тоже он, как будто для него это, что это такое? Мы говорим сейчас, ну как это будет брать деньги? Всевышний приходит, умоляет Моисея. Ну слушайте, что я тебе говорю. Всевышний говорит Моисею. Бэвакошаменька, пожалуйста, эморлагем, скажи им, а что ты им скажешь? Бэвакошаменьке, пожалуйста, сколько пожалуйста. Всевышний должен убедить, убеждать, как будто я тебя умоляю. Понимаете, кого надо умолять? Умолять надо того, который как будто не хочет этого делать. Да? Как будто здесь и Моисей не хочет этого. И тоже говорит Всевышний, ты должен умолять народ. Они тоже этого не хотят. А почему этого не хотят? Ген? И в Талуне написано. Причина. Аврагаму, чтобы не сказал Аврагам, тот великий праведник Аврагам, ото цадик, а ваду в ину, там киен баит. Слушай, Всевышний, ты же помнишь 400 лет назад, что ты сказал нашему отцу? Их будут преработать, угнетать. А, это было. А потом же тоже ты обещал, что они выйдут богатыми. И это ты не сделал. Так что мы в небесах. Наш отец не пришел к Всевышнему. Аврагам не пришел к Всевышнему и сказал, ему предъявил претензию. Ты что, говори, ты же не обещал, что они выйдут большим имуществом. Вот, рабы, ты все четко это исполнил. А почему не исполнишь то, что они должны выйти с большим имуществом? Поэтому я тебя прошу, умоляю, скажи им. Хорошо. Амруло. Так они говорят, слушай, о чем ты говоришь? Ты к нам говоришь, мы рабы здесь. Машалли Адам. Это похоже, гаморат приводит притчу. Машалли Адам, что я хавуш бебейта асурим. Человек, который был хавуш бебейта асурим, был в тюрьме. В тюрьме, бедно. Он не знает, какое у него будет будущее. Сколько он еще будет в этой тюрьме? Омрим ло бни. Омрим ло бне Адам. Говорят ему люди. Ле махар му ци имут ха. Мебейта асурим. Завтра тебя освобождают из этой тюрьмы. Венотним ле ха мамон арбе. И дают тебе много имущества. Так что он ему ответит? Слушай, оставьте имущество. Нет, оставьте имущество. Лишь бы, чтобы не освободили отсюда. Так же еврейский народ. Ему говорят, слушай, тебя освобождают отсюда и дадим тебе имущество. Зачем? Не надо. Лишь бы освободили. Всевышний приходит, я прошу, умоляю, все-таки пусть возьмут имущество. Это то, что написано в Талмуде. И может быть, поэтому еврейский народ не совсем этого хотел. Есть интересный комментарий тоже великого комментатора с Форном, который говорит, что если мы возьмем имущество у египтян, у нас же самих нет, мы нищие, мы рабы, мы возьмем это у египтян, так они потом передумают, что мы наделали, дали евреям такое имущество, или они забрали евреи, у нас имущество, будут гнаться за нами, соберут, хотят забрать имущество. Так лучше, может быть, не надо, пойдем пустыми, и не надо еще им давать какой-то повод, чтобы бежать за нами. Хорошо, так мы поняли, почему Всевышний умоляет. Но тем не менее, может быть, здесь есть серьезный вопрос, я бы сказал, я бы сказал, серьезный вопрос мусора, нравственности, этики. как евреи забирают имущество египтян. Это же не их имущество. Если, я понимаю, вы были рабами там, но как мы можем, это может быть то, что мешало так же комментаторам, так же евреям, и поэтому Всевышний все-таки умоляет, потому что приличный человек, он не будет брать чужое, а здесь Всевышний заповедывает нам, не заповедывает, как обязательно, но просит нас, чтобы мы взяли это имущество. Как мы можем взять что-то чужое? этот вопрос, который многие комментаторы обращали на это внимание, и сам факт, что обращают на это внимание, евреи чужое не берут. И здесь мы должны будем понять с вами все равно, а почему вот в этой ситуации во-первых, да, евреи забрали. Есть великий комментатор, его зовут Ибн-Эзра. Ибн-Эзра, он пишет, я вам читаю, Кен, он задает этот вопрос и говорит, что есть такие мит-он-элим, то есть жаловаются, жаловаются на еврейский народ, который вышел из Египта, что они жаловаются, как евреи ведут себя так неприлично, воруют чужое. Так он задает. Кен отвечает на это Ибн-Эзра, он говорит, это тоже воспитывает нас, наше отношение к имуществу. Я объясню. Все принадлежит Всевышнему. Нету по-настоящему имущество, которое ты мог бы сказать, это мое. Так это просто инструмент, который на какое-то время Всевышний дал тебе. Но Всевышний хозяин, он хозяин, не ты хозяин по-настоящему, Всевышний хозяин. Так эти хозяева Всевышний решил, поскольку ты будешь египтян, будешь пользоваться, потому что Всевышний хозяин, он дал тебе пользоваться, сейчас Всевышний дал нам пользоваться. То есть в этом воспитывает и нас, и всего человечества, что такое ему. Потому что здесь нет никакого воровства. Я же не сделал, потому что так я захотел. Я сделал, потому что Всевышний сам хозяин всего мира, всего то, что есть в этом мире, он самый богатый, потому что все, что есть в этом мире, это принадлежит Всевышнему. Так если сам Всевышний пришел и сказал мне, забери от этого это твое, так значит это мое. Есть много митвот, я вам хочу сказать, которые воспитывают евреев вот к этому подходу. Я объясню. Например, например, есть большой запрет, один из страшных запретов у евреев это давать взаймы деньги под процентами. То есть если я даю взаймы кому-то деньги, я должен ему дать и нельзя ни в коем случае давать под процентами. А я теряю, я в банке мог получить больше. Нет, ты ему должен дать и чтобы он тебя вернул. А как? Если я ему дам под шекель и у него упадет цена этого шекеля или что-нибудь такое. Нет, ты ему должен дать и ты не только должен. Понимаете, взаймы у евреев ты обязан дать. Если у тебя есть и ты доверяешь ему. И понятно, что даже в каждом доверии, кто знает, что может быть, ты обязан дать долг. Это не ты такой хороший человек. Это одна из заповедей обязательных дать долг. Обязательно заповедь не брать ни в коем случае проценты. А как это может быть такое? Опять-таки, очень просто. Потому что деньги не твои. Ты можешь представить себе, ты не хозяин этих денег, хозяин всевышнего. И хозяин тебе говорит, отдай ему в долг. Хозяин говорит тебе, отдай ему в долг без процентов. То же самое, если есть хозяин какого-то банка, а я работник этого банка, и говорит мне хозяин, слушай, отдай ему без процентов. Что я могу сказать, могу директору, то есть хозяину банку сказать, нет, не стоит. Он скажет, слушай, не стоит, уходи отсюда, ты должен делать то, что я говорю тебе. То есть отношение воспитания евреев к отношению к имуществу, к деньгам, то есть все принадлежит всевышнему. Так конечно есть свое, собственность и имущество есть, но вот в этих заповедей, например, то же самое седьмой год, кстати, седьмой год, опять он нас воспитывает, все сельскохозяйственное, все твои, в общем, земли, которые ты обрабатывал, весь урожай, он не твой, а как не мой? Это же мой, это же моя собственность. Нет, дорогой, собственность есть один, всевышний, который собственность имеет. Понимаете, так раз в семь лет у нас есть такая заповедка, которая воспитывает нас к этому. Так как говорит Ибрин Айзрам, то же самое здесь с египтянами. Египтяне, они управляли этим имуществом, всевышний дал, но кто хозяин? Всевышний. Хозяин Всевышний. Так сейчас Всевышний говорит, я хозяин, я говорю, передайте им, передай евреям обратно. Это первый ответ, почему здесь не существует какой-то, знаете, нравственной, некрасивого действия со стороны евреев. евреев. Есть еще один ответ, очень интересный, который говорит гмара в трактате сэнэдрин. Гмара в трактате сэнэдрин, она, это известная, наверное, вы слышали эту гмару, да, в девяносто первом листе, она приводит и говорит такую историю, что перед Александром Македонским был суд. Пришли египтяне, да, пришли египтяне, гмара рассказывает, да, и говорит, египтяне говорят Александру Македонскому, что, слушай, я вот читаю сейчас где-то, вот, чухпам бау бне Мицраэн, пришли сыновья Египта, ладунем Исраэль лифней Александру Мокдон. Египтяне пришли судиться перед великим Александр Македонский. Абрулев. Что они пришли из Казани? Александр Македонский, египтяне пришли, на евреев, да, подали в суд, на евреев подали в суд. Это, опять-таки, да, посмотрим, да, сейчас у нас тоже в Гаге происходит очень справедливый суд. Они тоже здесь подали, оказывается, видите, все повторяется, да, несправедливость и так далее, вот прикольно, ой, какая несправедливость подают на евреев в суд. Хорошо, Ашем Натанет Хем Амбей Немицраем Биш Алун. Написано, что Всевышний О Натанхем, в общем, египтяне, они так отдали свое имущество Мицелии и так далее, евреи, в общем, как сказать, объели, взяли имущество египетское. Кэр, так пришли вот эти египтяне, после сколько лет, и говорят, евреи, верните нам все эти деньги обратно, что это за безобразие, вы взяли наши деньги. Амар Гвиа Бен Псиса Леха Хамин, был такой один из людей, его звали Гвиа Бен Псиса, так его имя было, Гвиа Сын Псиса, и он сказал мудрецам, тнули решу Твое Леха Думи Мэм, дайте мне разрешение, да, дайте мне полномочия, чтобы я пошел в этот суд, да, в Гаге, да, чтобы судился. Лефней Александрус, имя на Цхуни, если они победят этот суд, ты бы сказал, слушай, какой там простой человек, мы его вообще не доверяли, и так далее, да, но если они на Цех, если я, за мной будет победа, имру лаим торат Моше Рабейну, не цахтэхэм, наша торат Моше Рабейну, Тора Моисея, она победила. Натнули решу, дали ему разрешение, и он пошел. И он их спрашивает там, уважаемые египтяне, вы говорите, что мы забрали у вас имущество, и так далее, да, откуда у вас доказательства? Он говорит, как откуда доказательства? Доказательства? Это из Торы? Пожалуйста, открывай Тору, и в Торе написано, что евреи, когда вышли из Египта, они взяли много имущества, видите ли. Кен? Амрула Менатура, он говорит, хорошо, я вам тоже тогда из Торы принесу доказательства. Какой из Торы? В Торе у нас написано, что в общей сложности еврейского в общем поселения и рабства в Египте было 430 лет. Так написано. Да, действительно, есть вопросы, как это считается, но не имеет значения. Но он сказал, в Торе написано, есть Торе, посук, который говорит, у мошав бне Исраэля, шер яшвубе Митсраэль, шлушим шана ва барбам и очана. В общем, так написано, у мошав, как сидели еврейский народ в Египте, это 430 лет. Так, уважаемые, 430 лет мы там сидели и были рабами у вас. Дайте, пожалуйста, 600 тысяч тех мужчин, которые на постоянной основе работали, как рабы у вас. В таких, пожалуйста, заплатите им зарплату за все это. Да? Они уже стали думать, вау, вау, какие деньги, это заплатить им зарплату, это все посчитать, 435, 600 тысяч мужчин. Понимаете, сколько это на каждый день, ужас какой. И они сказали, дайте нам три дня, дайте нам три дня, мы один дадим ответ. Александр Македонский дает им три дня, они пошли и не ответили, не могли ответить ничего, и они оставили это все и убежали. то есть здесь у нас выходит, что с точки зрения морали мы тоже не должны ни в коем случае, иногда мы путаемся и не понимаем, где искренняя, настоящая мораль. То, что еврейский народ были рабы и получили за то, что они должны были получить, это самое справедливое, то, что может быть. То, что еврейский народ после двух тысяч лет в изгнании возвращается на свою землю и строит процветающее государство, это самое моральное, самое справедливое, то, что может быть. А, и то, что те, которые приходят и судятся, те, которые говорят, это несправедливо, это неправильно и так далее, это говорит, что взгляд, да, потому что взгляд, к сожалению, он очень выборочный, он очень персональный и неправильный, и не всегда правильный, точнее, да, так здесь мы видим, где должна быть настоящая справедливость и где должна быть настоящая, это, а то, что бы взяли у египтяна, что вы хотите. Они издевались над нами, ни копейки не платили, ничего не делали, так мы забрали то, что полагается. Это дополнительный ответ к тому, то, что это. Может быть, есть ответ, который может быть актуальный. Обратите внимание, евреи брали у своих соседей, так написано, так написано, прямо написано, в Торе клейкесов, 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 у соседей, мужчина и женщина, у соседей брали золото, серебро там, одежды всякие, имущество. Что это значит у соседей? Говорят, комментатор, есть такой комментатор Хизгуми, смотрите, евреи жили там, они с собой не могут взять дома, не могут взять недвижимость, они тоже где-то жили. Так это все они оставили кому? Своим соседям. Своим соседям они оставили, а вместо этого они взяли то, что они могли с собой взять. Понимаете, очень просто, очень справедливо все, здесь нету никакой несправедливости. Мы знаем, что были времена и люди, которые во время Второй мировой все бросили, все бросили, все имущество и на Западной Украине, и в Германии, везде, везде, где, в общем, издевались над евреями, и что евреи успели убежать, бросили свои дома. А чтобы убежать здесь тоже, евреи бросили. Так всевышним говорят, вы бросаете дома, так вместо этого возьмите с собой золото, серебро, что-то такое. Это имущество и это имущество. Это еще один ответ. Есть ответ, который говорит, что женщины был уже приказ, как мы учили, что каждый ребенок, который рождается, мальчик, надо кидать его в него. Можете представить, это ужас, мама должна кидать в него своего сына, который родился. Я говорю, ну как это? И нашей маме делали все возможное, чтобы давать взятки, чтобы спасти своих сыновей. Давали взятки. И Всевышний говорит, не всегда эти взятки помогали, кидали в Нил тоже, но всевышний говорит, вот это заберите обратно. заберите обратно вот этих кого-какого-какого-какого выдавали и так далее. Есть разные ответы еще на эту тему, чтобы ответить на нравственное. Но я хотел сегодня с вами, это мне кажется, главное и очень актуальное. Посмотреть, как пишет Араф Кук в своих комментариях на Талмуд. у Раф Кука есть много трудов, много книг, которые он написал. Есть у него комментарии на Талмуд Агадот Хазаль. Агадот Хазаль. Есть алахические моменты, которые написаны у нас в Талмуде. Есть Агадот. Там нету алахического, но есть Агадот. Одна из этих агадот, которые приводят наши комментарии, это вот Всевышний, как я уже говорил, умоляет, просит, чтобы необходимо забрали имущество, потому что кто скажет, что праведник, одна из причин, то праведник Авраам обвинул, он может прийти и предъявить Всевышнему, что прорабощали их, угнетали их, это ты да, вот это все, это произошло, а чтобы они выйдут потом с большим учеником, не происходит, поэтому умоляет Всевышний Моисея, чтобы он умолял народ, чтобы они обязательно забрали с собой имущество, это то, что написано в столбуке, давайте посмотрим сейчас, как комментирует Аравкук, и это говорит, что такое деньги, почему это так важно было все-таки взять с собой денег, говорит, икара кавана, а эльонаш, ильец ябер, и хуш гадоль, говорит, Аравкук углубляется и говорит, в чем кавана, кавана, это намерение, намерение, почему мы должны выйти оттуда богатые, обратите внимание, человек, который нищий, бедный, он никогда не будет искать какие-то великие вещи, дорогие вещи, ему что нужно, ему нужно накормить себя, накормить там что-то минимальное, понимаете, никогда никогда у него не будут его душа, его личность стремиться к чему-то большому, я говорю даже в материальном, да, все у него очень местечковое, очень маленькое, да, когда у человека появляются финансовые возможности, богатства, это возвышает его дух, возвышает его дух, он, у него стремления не такие низкие, он стремится к чему-то больше, это деньги, имущество, золото, серебро, это дух еврейского народа требуют для того, чтобы поднять, бешефель мацав абдуксалим работ, и под человек, который находится бешефель в унижении, он никогда не ищет чего-то великого, это так находится, и он не будет искать ничего великого и ни в духовном, и ни в материальном, ни в чем, он не будет, понимаете, он пойдет простые вещи, он не будет ходить по дорогим магазинам каким-то, какие дорогие магазины, где-то там на рынке самое дешевое купить, так это происходит в мире, когда человек находится мушпаль унижен у ломи вакеш, он не требует, это ему не нужно как будто, понимаете, не то, что он не требует и чувствует себя несчастным от этого, нормально так, нормально, зачем он как-то живет так, не знаю, там, мы должны, как каким-то привыкать требовать большие вещи, требовать быть великанами где-то, и когда ты требуешь что-то большое через материальное, через это ты будешь требовать и духовное большое, алькен, понимаете, это всегда так, всегда таким образом, когда ты человека душишь в чем-то, ты его душишь, ты душишь его материальным и в духовном его тоже душишь, а когда ты ему даешь такое, у него есть возможность продвигаться и духовно тоже, это не противоречит, как многие говорят, материально, ты знаешь, у тебя нет материального и духовного, нет, есть у тебя материальное большое, это будет требовать от тебя тоже и духовное большое, но почему тогда Всевышний говорит это пожалуйста и так далее, конечно это не самое главное, надо подчеркнуть, не самое главное, это деньги, золото, серебро, поэтому Всевышний не говорит это как приказ, это через это будет, потому что все, что нужно делать, это все заповеди, которые написаны у нас в Торе, они скажут тивуй, тивуй это как приказ, как заповедь, надо делать это, не надо делать, да, но не בא ДВАР, ГЕН, в Торе ЦИВУЙ ки им БЕБКАКАША, ЛЕМАН ЯАЛЕ АДВАР БЕСЛЕМОТ, РУХАМА ШАПЕЛ ИТРОММ АЛЛЕДЕР ОТАМ АЦМАМ МЕСУБАЛИМ БАОШЕМ ПОТЕТИ РАБЫ НАШИП ПРИЯТКИМ КАКДАНИ БУРТ НАПОЛНИНИ БАГАТСТВАМ ИХНИ ДУХ ПОТЕМЕТСЯ ВЫИМ ЗЕЙДУ ИНО АНИ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО НЕ ЭТО БОГАТСТВО ЭТО НАШИ ЦЕЛЬ КЕН ШАРЫКОЛЬ ИНЯНИМА ТАХЛИТИИМ НЕМ РУЛЯ ЭМБЫ ТОРА ЦИВУЙ ВЫТАВАР ЗАНИМ ШОБЫ АКШАВИТ НАЦЛЮ ПОЧЕМУ? ПОТОМУ ЧТО АНИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ВСЁ, ВЫШНИ ГОВОРИТ ИМ КАК ЗАПОВЕДЬ, ЭТО И ЕСТЬ САМАЦЕЛЬ, А ЗДЕСЬ ЭТО НЕ САМАЦЕЛЬ, ЭТО ЧЕРЕЗ ЭТО, ПОЖАЛЛАСТА, ПУСТЬ ВОЗЬМУ ДЕНЬГИ, КАКАЯ ЦЕЛЬ, ЧТОБЫ ВОТ ЭТО БОГАТСТВО, ЭТО БЫЛ ИНСТРУМЕНТОМ ПОДНЯТЬ ИХ ДУХ, И В ДУХОВНОМ ТОЖЕ. Что значит ТОЦАДИК? ЧТОБЫ НЕ СКАЗАЛ АВРААМА ВИНУ, ВАМИРАТО ШЕЛ АВРААМ ГАМКЕН ЕШЛУМАР МИПНЕШИ КОЛЬМА АТРАТО. Давайте поделаем. Какая цель была у Аврагама, ЧТОБЫ У НЕГО БЫЛ НАРОД? Это у Всевышнего. Какой план? У Всевышнего есть план. Что за план? Создать народ Аврагама, который этот народ, у него будет влияние, как мы говорили, на все человечество. Правильно? ВАНИВРЫХУБЕХА КОЛЬМИШ ПОХОТА АДАМА. Все человечество, как оно узнает, кто их научит, что есть Творец этому миру, что есть Ашгаха, наблюдение этому миру. Понимаете, что не бывает ничего случайного в этом мире. Все под полным контролем Всевышнего в этом мире. Кто, чья роль распространить эту веру? Авраам. Авраам это делал. И его сыновья, его, в общем, потомки, народ, который произойдет от него, он должен влиять. Правильно? Скажите, пожалуйста, а как мы будем влиять, если у нас мы будем нищие, бедные, кто с нами захочет иметь какое-то дело вообще? Можете представить себе евреи. Да, они очень духовно, очень высокие. Да, они верят в Бога. Они прям такие, извините, но материально они где-то далеки. Так извините меня, а кто с нами захочет иметь дело? Когда евреи, они лучшие в бизнесе, когда они лучшие в хай-тике, когда они лучшие в фейсбуке, в ватсапе, в гугле, в твиттере, с ними имеют дело. Но тогда, когда имеют с ними дело по бизнесу, ты можешь с ними тоже говорить о чем? О Боге. Это должен быть общий знаменатель для того, чтобы у нас была возможность повлиять на кого-то. У нас должно быть что-то общее между нами. Так что общее может быть между нами? Что было у Аврагама? Как Аврагам наш отец влиял? Едой. Он кормил. Всем нужно покушать. Правильно? Так он устраивал такое место, где кормил людей. Люди приходили покушать. Всем надо покушать. Все бывают голодные. Всем надо поесть что-то. Аврагам их кормил. Они с удовольствием приходили, кушали его еду. Потом они когда наелись, понимаете, когда уже там с точки зрения материального все нормально, есть какое-то общение. Тогда Аврагам, они ему говорили спасибо. Он говорил, это не от меня, это всего еще надо говорить спасибо и так далее, и так далее. Происходил какой-то диалог. Духовный. Еврейские деньги это инструмент. 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 Конечно, жить нам тоже всем надо хорошо, развиваться и так далее. Но это инструмент, чтобы с нами имели дело. Это не только лично. Это когда у нас замечательное наше государство еврейское будет развиваться лучшее в экономике. с нами захотят иметь дело. И с нами потом мы общаемся. И о чем мы говорим, когда после того, как завершили какую-то сделку, говорим о каких-то духовных ценностях, таким образом максимально мы можем влиять. это то, что Всевышний говорит. Я вас умоляю. Я вас прошу. Вы понимаете, что для вас деньги это неважно. Главное духовность. Главное там соблюдение заповедей. Но я вас прошу, я же понимаю, как это делается. Потому что только через настоящий общий знаменатель вы можете по-настоящему появлять, как делал Авраам. Чтобы не сказал тот праведник. Это то, что пишет на августе. Авраам Авину был единственным в мире. И он это делал. Для того, чтобы у нас была возможность влиять на многих народов, мы должны быть великаны. Великаны материальные тоже. Потому что без этого у нас не получится повлиять. Вы еще и фагам келлер и хуш. Умикневы киньян. Да. Наше встремление должно быть. Иглер и хуш. Да. Имущество. И так далее. Потому что таким образом народы приближаются. Потому что это общий знаменатель. Общий знаменатель. Народы приближаются друг к другу. И тогда учатся друг от друга. Поэтому когда человек любит деньги, любит имущество, сказал, если ты делаешь это кошерно, делаешь это правильно и понимаешь, к чему это все. Для чего это все. Ты можешь этими деньгами делать действительно правильные дела. Благословлять. Давать там нуждающим. Помогать ищим. Помогать там, я знаю, больницам. И так далее, и так далее. Больным. И ты можешь с этим даже, когда ты даже не помогаешь, просто встречаешься с другими народами. Ты встречаешься, может быть, не с другими народами, с твоим же народами, которые далеки, акторы от заповедей. Но когда ты с ними общаешься, у тебя есть общий знаменатель, у нас есть. Ты можешь повлиять. Это то, что происходит, например, в армии обороны Израиля. Где мы все встречаемся? Религиозные, нерелигиозные. Такие и другие. Мы встречаемся все вместе. Тогда у нас есть возможность тоже повлиять. Когда мы вместе. Это я в скобках хочу сказать. Докоровку приходит и говорит здесь. Приходит Всевышний и говорит, когда мы находимся в таком топе. Топе материального положения. Все хотят быть близки к нам. А это близость не для того, чтобы только заработать. Это тоже важно. Развивать мир Всевышний хочет, чтобы развивался мир. Всевышний не хочет, чтобы мир остался в пещерах. Но главное, чтобы поняли, кто хозяин этого мира. Это то, что я хотел сегодня сказать. Если есть вопросы, пожалуйста. У присутствующих есть вопросы? Если присутствующие молчат, если раз позволит, один небольшой вопрос. представляется, что дальнейшая история евреев после выхода из Египта, отношение с деньгами, с ценностями, представляется амбивалентным. Самое то, что бросается в глаза, это хет-айгель, золотой телец. Правильно? И как бы это и логично получается, потому что откуда можно было в пустыне найти золото. По-видимому, это то золото, которое вынесли. У рабов золота не было. Это не то, что они в наследство получили, это то, что они взяли. И вот эта связь с одной стороны, да, действительно непонятно, зачем надо было как бы пошик это делать, зачем надо было отбирать египтян и забирать у них. Хорошо, как наказание за то, что они использовали рабский труд, это как бы понятно. Окей. С точки зрения как бы еврейской, вот то, что нахватали, грубо говоря, у этих, и очень быстро из этого пошли и сделали Абудазара. Да, ну всегда, вы понимаете, всегда, ну как огонь, понимаете, огонь, он может сжигать, он может убивать, он может разрушивать, но огонь, он может давать тепло, он может давать свет, он может давать пищу. Смотря, конечно, это свобода выбора наша, свобода выбора у нас никто не забирает, поэтому Всевышний дает нам этот инструмент, конечно, этот инструмент, он как ядерный, ядерный, это может разрушить все, но это, смотря как мы с ним пользуемся. И очень интересно, что когда, Леавдиль, скажем так, когда Муша обратился к народу, что приносили пожертвования на строительство Мишкана, то народ настолько попер, что он уже сказал, дай, хватит, все, больше не надо. Совершенно верно. Окей. Замечательно. Спасибо огромное. Спасибо всем. Счастливо и богатое использовали это в нужном направлении псоро-тоот. Аминь, шалоп. Спасибо большое огромное. Пока. Спасибо большое. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok